Конечно, Шейлы тоже. 12-11. Сейчас одна ошибка может решить все. Совершаем эту ошибку мы. Любовь Соколова уходила от блока, атаковала по линии. Честно скажу вам, качество передачи не самое лучшее было. Соколова делала то, что оставалось ей делать в данной ситуации. Все остальное было закрыто и слишком далеко к антенне передача ушла. Но так или иначе, 11-13 Капрара второй тайм-аут в этом матче, в этой партии используют. Бразильянкам остается два мяча всего выиграть до заветной цели. Но и у нас шансы еще есть. Не будем отчаяться, будем бороться. И такие матчи спасали. Должно, в конце концов, нашим волейболистам повезти в этом матче. Хотя, конечно, сейчас ситуация уже под контролем бразильянок. Два очка – это преимущество по такой игре. Шейла вводит мяч в игру. Гамова. Мяч остается в игре. Сейчас внимание на блоке. Можно, можно играть. Страховать обязательно надо Екатерину. Здорово. Страховать не пришлось. Опять вот это то, что от нее требуется. Удары в девятый, восьмой метр поверх блока по такой вот траектории может и должна она забивать. Здесь не надо максимально близко стараться забить. Видим мы, что поверх блока она проходит. 13-12 на подаче Соколовой. Аут-аут. Шейла не попадает по нашему блоку. Счет сравнялся. Самый надежный свой вариант сейчас попыталась по фау сделать. Посравнялся результат. Геморраевич теперь уже берет тайм-аут. 13-13. Ну что, сейчас решится все практически. И даже не скажу, что быстро. Не удивлюсь, если 15-очковый формат окажется тесен для этих соперников до пятой партии. Геморраевич, в общем-то, внешне спокоен. Хотя можете представить, какие эмоции кипят внутри. Он немного более сдержан, намного даже более сдержан, чем его коллега из мужской сборной Бернардинио. Ну и успокойствие Капрары все-таки передалось и нашим игрокам. Гамму не то уговаривает партёров, не то заклинает судьбу. Посмотрим. Играет она здорово сегодня. Блестящий действует наш блок. Закрываем. Жаклин и матч-бол. Матч-бол у сборной России. Рывали вель на сторону нашей площадки, нашей команды фотографы. Но рано еще, рано. До развязки очень далеко. Геморраевич еще оставался тайм-аут. 14-13. В критичной ситуации смогли три очка к ряду взять. Сейчас уже наставникам конкретных, для конкретных указаний осталось только место. Бразилец должен комбинацию заказать. Капрара должен ее предположить, какова она будет. Прочитать заранее. Помочь прочитать нашим блокирующим. С первым тэпом не рискует играть в Азирянке. Сейчас два раза прием был. Ну, идеальный практически. И в другой бы ситуации, наверное, Сасырь отдала бы Валевский мяч. Сейчас она этого не делает. Соколова. Нет, да вот не все. Сборная России чемпион мира. Блестяще, блестяще. Воспользовались своим шансом. То, что Тайшко выиграла Гамова, наверное, это заслуженно. Это заслуга того, что она делала на этом турнире, на этом матче. Действительно классный матч выдала наш лидер. И дрогнули, дрогнули бразильянки. Не самая сложная подача была у Соколовой. Но, в общем-то, и с ней с трудом справились наши соперники. А, точнее скажем, не справились вовсе. Ну, и заслуженные поздравления, безусловно. Владимир Паткин, руководитель нашей делегации, генеральный секретарь Федерации волейбола России. Отличающий за женский волейбол.